Здравствуйте! Это новости на канале Антенна 7. Я Денис Ионос. Сегодня в нашем выпуске. Новости сомских дорог. На этапе фрезерования дороги в городе не перекрывают. Это дело для того, чтобы не парализовать движение. Когда закончится ремонт и насколько качественно его проводят? Благо цивилизации. Мы хотим, чтобы был газ, чтобы у нас уже все было в одном. И вода грелась, и топилась, и кушать мы могли готовить. Дождутся ли газа жители Старого Кировска? Матч за лидерство. Сегодня тренер попросил сыграть через линии передачи, через фланги побольше. Поразила ли молния Шинник? А также какой ультиматум премьеру ставят справедливоросы? Нет штрафам за парковку на газоне, сегодня сказал Верховный суд. И на это решение не могут повлиять региональные власти и принимаемые на местах законы. Дело в том, что размещение транспортных средств на газонах, участках с зелеными насаждениями запрещается различными федеральными законами. Например, законом об охране окружающей среды или законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Но за нарушение этих правил благоустройства административной ответственности для водителей не предусмотрено. Буквально на днях в программе новости мы говорили об инициативе Омской администрации о внедрении системы Паркнет, которая бы фиксировала нарушения водителей, которые оставляют свои авто на газонах и автоматически выписывала бы штраф. Депутаты городского совета эту идею не поддержали. Настояли на том, что нужно думать о развитии парковок в городе. Дороги Омска постепенно преображаются. Ям на них становится меньше. Согласно плану, полностью завершить ремонт 21 объекта подрядчики должны до 20 июля. Таковы условия областного финансирования в 643 миллиона рублей. Обновленное покрытие появилось пока только на трех улицах города – Интернациональной, Ленина и Соборной площади. Сейчас ремонт параллельно ведется еще на 13 магистралях. Оценить его качество вместе со специалистами сегодня пригласили и журналистов. На этапе фрезерования дороги в городе не перекрывают. Это дело для того, чтобы не парализовать движение. Но подрядчикам нужно выполнить все объекты в срок до 20 июля. Поэтому дорожники трудятся в круглосуточном режиме. Одни омичинодорожников смотрят с надеждой. Наконец-то долгожданный ремонт. Другие с недоверием. А вдруг весной опять со снегом сойдет? Усиливает сомнение спецодежда. Орфографические ошибки на спинах рабочих вполне могут и в профессиональные перекочевать. Но специалист технодзора Илья Измайлов уверяет, организационные промахи пока единственный недостаток, который ему удалось выявить. В основном по организации работ, то есть жилетки, там где-то знаки неправильно стояли. Ну и по толщине срезки иногда были замечания, то есть это урегулировали на месте. Замечания есть, устраняются в рабочем процессе. То есть грубых нарушений выявлено не было. Все идет хорошо. Инженер-технолог отвечает только за пять объектов из 21. Улица Мира под контроль Ильи Измайлова не попадает. А ведь именно там специалисты зафиксировали первое грубое нарушение. Качество асфальтобетонной смеси не соответствовало ГОСТу. Кроме того, новое дорожное полотно имело неровности. Подрядчику пришлось снимать уложенный асфальт и все переделывать по новой, только уже за свой счет. Таковы условия получения контракта на выполнение работ. Там, где строительным контролем предъявлены претензии по качеству работ, то, соответственно, переделывать все работы подрядчик будет за свой счет. И никто ему оплачивать не будет дополнительные деньги. После подписания акта выполненных работ будет составлен гарантийный паспорт, по которому организация подрядчик будет в течение четырех лет выполнять гарантийные обязательства. В случае возникновения на участках автомобильных дорог, на которых они работали, каких-то дефектов. На каждом объекте трудится свой подрядчик. И у каждого свой проект. И свои сложности. На улице Лукашевича главная проблема – рельсы. Что с ними делать? Убрать или спрятать под новый асфальт? Остановились на втором варианте. Полный демонтаж региону не по карману, но частичный все же сделать придется. В проектной документации не заложено снятие железнодорожных путей. Но в некоторых местах для производства работ, для обеспечения оптимального объема и правильности уклонов там придется 320 метров снимать. Будет производиться гидроизоляция сверху, будет накладываться два слоя асфальтобетона. Оставшуюся часть рельсов гидроизолируют и покроют двумя слоями асфальтобетона. Специалисты обещают, на проезжей части они больше не появятся. Но к этому этапу рабочие приступят чуть позже. Сейчас нужно снять старый асфальт. Мультиплекс при фрезеровании сразу формирует поперечный уклон. Он обеспечит сток воды, она не будет скапливаться на обновленной дороге. К технике у представителя контроля со стороны общественности Александра Лыткина претензий нет. А вот к рабочим имеются. Над кадровым составом вообще нужно еще работать, мягко выражаясь. Я не хочу никого обижать, никого особо хвалить. То есть заработная оплата недостаточно высокая, поэтому бегут на север. Я могу это судить и по студентам, и по магистрам, бакалаврам. И вот сейчас заочники приехали. Не сильно хотят оставаться у нас в городе, поэтому уходят лучшие часто. Но тем не менее, технический состав достаточно высокого уровня. Из 21 объекта три уже готовы к сдаче. Это улица Интернациональная, Ленина и Соборная площадь. 13 в рабочем процессе и 4 пока на стадии согласования с подрядными организациями. Но по словам чиновников, скоро дойдет очередь и до них. Новый асфальт появится также на улицах Богдана Хмелицкого, Маяковского, Пушкина и Лермонтова. А жители Старого Кировска просят провести им газ. Элементарного блага цивилизации до сих пор нет в целом микрорайоне. Будет ли в их квартирах удобно жить или придется и дальше тратить огромные суммы на коммуналку, люди решили узнать у депутата по своему округу. Тем более, что его приемная, как нельзя кстати, оказалась рядом с домом. Тему продолжит Светлана Урванцева. Чтобы узнать, когда в их домах будет газ, жители Кировска сегодня пришли в первую передвижную приемную. У нас вода проведена в дом, у нас стоит водонагреватель. У нас в семье 5 человек, двое взрослых и трое детей. Ну дети, конечно, уже тоже взрослые. И чтобы всем помыться, на всех нагреть эту воду. Газ мы привозим, это тоже очень неудобно, что газ в баллонах мы возим. Плюс еще, ну у нас вот центральное отопление, но и тем не менее, для нас это дорого. Поэтому мы хотим, чтобы был газ, чтобы у нас уже все было в одном. И вода грелась, и топилась, и кушать мы могли готовить. Люди пока собираются у палатки, потому что их очень много. Самого простого блага нет почти в двух с половиной тысячах домов. Галина Головина сразу видела знакомых. Это ее соседи, которые тоже решили задать вопрос депутату. У нас была проблема с платежкой, по отоплению обращались. Он как-то помогает, идет людям на встречу. Когда встреча началась, народу оказалось столько, что провели ее на улице. Пообщаться с жителями пригласили исполнителей, замдиректора организации, с которой семьи уже заключили договоры. С просьбой провести газ они обратились в 2014 году. Но пока голубое топливо недоступно для микрорайона. На весь старый Кировск не хватает мощности. А сети, которые есть, обеспечивают сейчас только элеватор и небольшие фирмы, которые подключили еще 30 лет назад. Заинтересованная газоснабжающая компания предложила, как довести топливо до домов омичей. Но после составления проекта работа остановилась. По этой части Кировского круга земли были подготовлены, сформированы, поставлены катастрофы учет. И сегодня там есть возможность проектировать и строить газопроводы. Оставалась одна проблема – это переброска газа справа на левый берег нашей могучей реки Иртыш. И вот здесь-то как раз произошли изменения в Горострительном кодексе, которые с 2016 года однозначно требуют, чтобы проектная документация, ну и разрешение строительства соответствовали Горострительной документации. Она не разработана. Мы попросили предоставить нам право разрабатывать документацию. Департамент культуры сказал, что не видит целесообразности во внесении изменений в Генеральный план развития города. Возможность изменения Генерального плана развития города периодически обсуждают на заседаниях в Горсовете. А значит, как объяснили собравшимся, повлиять на решения чиновников могут депутаты. Разумнее сделать проект газоснабжения всего города, его откорректировать, чтобы эта схема газоснабжения была. Ну вот по разделению как бы функций в нашей стране, вот схемами газоснабжения занимается субъект Федерации, то есть это правительство. Ну, они, видимо, эту работу когда-то выполнят. Я думаю, что мы совместными усилиями с администрацией города эту проблему решим. И решим сюда подачу недостающих объемов газа, чтобы можно было прессифицировать районы и левого бережья. Для этого в ближайшее время будет проведено совещание в Департаменте архитектуры. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Антенна 7. За 10 лет Омск подарил Санкт-Петербургу несколько сотен миллиардов рублей. На сегодняшней пресс-конференции депутат Госдумы Дмитрий Горовцов назвал главную причину нехватки средств в бюджетах города и области. Это уход части налогов от нефтезавода в северную столицу. По его данным, в прошлом году в Питере получили 36 миллиардов рублей. Выход, по мнению депутата, есть. Нужно принять поправки в налоговый кодекс и часть налога на прибыль направлять в местные бюджеты. Сегодня Справедливая Россия усилила давление на Дмитрия Медведева. По всей стране вновь прозвучал ультиматум премьер-министру. Делай или уходи. Ранее депутаты и функционеры партии выдвинули пять требований. Приостановить поборы за капремонт, отменить транспортный налог, вернуть размеры налога для физлиц и земельного налога на прежний уровень, провести кредитную амнистию для населения, а также обязательно ежегодно индексировать пенсии не ниже уровня инфляции. Сегодня к ним добавили шестое требование – вернуть доступную и бесплатную медицину. Обветшалые здания, поликлиник и больниц, километровые очереди за талонами к врачу, дефицит бесплатных медикаментов и материалов, ошибки врачей и хамство персонала. Сегодня эсеры подняли целый букет проблем здравоохранения. С ними сталкиваются почти все и почти везде. От тяжелобольных пациентов до здоровых людей, кого угораздило заразиться каким-нибудь вирусом или сломать, например, ногу. Лидер омских справедливоросов Дмитрий Горовцов ставит диагноз. Это результат оптимизации. Все это, с нашей точки зрения, сделано специально, умышленно, правительством Российской Федерации, чтобы, ну, по сути, искоренить и уничтожить все, что связано с бесплатной медициной. И выдавить наших граждан из бесплатной медицины в платную. Депутаты считают, что заложниками системы здравоохранения оказались и пациенты, и врачи. Средняя зарплата у нас, говорится, там 20 тысяч, это минимум, да, у врача. Но давайте говорить открыто, и в севах врач, ну, младший персонал, он больше 5 тысяч не получает. А жить он должен на что? И как он должен рассматривать пациенты? Естественно, он будет рассматривать как единицу, денежную единицу, и он отработает две смены, больше пациентов он обслужит, больше денег он получит. У Алексея Провозина медицинское образование. О проблемах в отрасли говорит со знанием дела. И приводит показатели сокращения финансирования медицины. Цены выросли, доллар, евро, из отечественного здравоохранения очень мало чего. Все импортное практически, лекарства, подавляющее большинство, шовный материал, перевязочный материал, форма в Китае шьется. Поэтому цены-то выросли вдвое, а бюджет выделил денег меньше. Дмитрий Горовцов утверждает, что деньги на медицину в стране есть, но их съедает коррупция. За 2013 год, я докладываю официально, это данные нашей рабочей группы высокого уровня, Российская Федерация недополучила в казну, в бюджет, свыше 2,5 триллионов рублей. А по 2014 году это уже 4 триллиона рублей. Это факты прямого вороства бюджетных средств на таможне. Сейчас даже пройти наблюдение у врачей нужно постараться. Это показали обращения о МИЧЕ в адрес регионального отделения партии. Касается направлений стационара или на обследование, то, что люди пытаются получить бесплатно, им отказывают выписывать эти направления, ссылаются, что они делают. И так все возможное, что нечем лечить, а вы тут приходите, еще что-то требуете от нас. Но и экстренная помощь оказывается медленной. Депутат Ирина Аверина столкнулась с этим на собственном примере. Случилось так, что в нашей семье мы подряд три раза вызывали скорую помощь. И дважды мы отказались, но в течение 40 минут даже к ребенку не выехала еще машина. Третий раз дождались, поскольку не было выхода машины, приехала через два часа. Справедливо-россы продолжают собирать подписи в поддержку ультиматума. По всей стране к их инициативе присоединились уже три с лишним миллиона человек. Евгений Нифанов, Артем Колесников, Антенна 7. На борьбу с низким качеством медицинских услуг в России настроено и правительство страны. Оно внесло в Госдуму новый законопроект. Предлагается штрафовать больницы и поликлиники за отказ в бесплатной медпомощи по полисам УМС и нарушение порядка ее оказания. Ну а врачей за выписанные не по инструкциям лекарства. Еще о медицине. Омский центр патологии тазовых органов и заведующий этим центром Андрей Песклаков. Номинанты главной медицинской премии России призвания. Она пройдет в Москве 17 июня. Получают ее лучшие врачи страны. Несколько номинаций там есть. И в частности, одна из номинаций, которую мы подали совместно с московскими врачами, это за создание нового направления медицины. У нас наша заявка называлась «Тазовая хирургия детского возраста». Номинация достаточно серьезная, достаточно солидная. На настоящий момент мы являемся официальными номинантами. Вышли в финал вот этой премии. Центр существует на базе областной детской клинической больницы. На прием, на операции сюда съезжаются со всей страны. В год принимают свыше 700 пациентов. Опухоль яичника – такой диагноз у 14-летней пациентки. Злокачественная опухоль или доброкачественная станет известно после операции и гистологического заключения. Разрез врачи выполняют лазером по линии складки. Шов будет косметическим. И Андрей Песклаков, и Наталья Павленко – хирурги, проводящие операцию, понимают. Впереди у юной пациентки вся жизнь, и шрамам на теле не место. Пациентов со схожими проблемами много. Только за последние две недели здесь удаляют уже четвертую опухоль. За последние полгода такого количества опухолей яичников мы не видели за предыдущие годы несколько. То есть мы за полгода выполнили двух-трехлетнюю нагрузку, которая была раньше. Центральный матч в стартовом отрезке нового чемпионата города по футболу. Четвертая команда лиги «Шинник» на своем газоне принимала серебряного призера «Молнию». Гость и быстро повели. На второй минуте Владимир Никитин открыл счет в матче. «Молния» применила высокий прессинг. Форварды и крайние полузащитники команды смело шли в отбор на половине поля соперника. При перехвате или подборе быстро начинали свои атаки. Из глубины вторым темпом поддерживали опытные центральные полузащитники Иван Черноусов и Андрей Багаев. Агрессивная тактика принесла результат. На 35-й минуте Черноусов мощным ударом метров с 20 забил второй гол в ворота «Шинника». Сегодня тренер попросил сыграть через длинные передачи, через фланги побольше. У нас на фланге быстрые ребята играют, поэтому стараемся играть через них. Сегодня успели пару моментов, пару подач, пару ударов издалегает. На старте второго тайма «Молния» развила успех. Игорь Бондарев на скорости получил мяч у линии штрафной, обыграл защитника и вратаря 3-0. Буквально следом форвард «Молния» и Владимир Никитин мог отличиться второй раз. Не сумел реализовать пенальти. Молодой задорный «Шинник» воспользовался небольшим сбоем в игре гостей. Команда стала чаще атаковать флангами, навешивать мяч в штрафную. Форварды «Шинника» выиграли несколько воздушных дуэлей. Ударом не хватило точности. Счет не изменился. Выровняли игру, моменты создавали, но реализация была не очень на высоком уровне. Поэтому будем над этим работать и постараемся в следующих играх наверстать упущенные. Победа со счетом 3-0 позволила «Молнии» возглавить группу А. В дивизионе «Б» в третьем туре сразились лидеры команды «Рентген» и «Медакадемия». Матч состоялся на стадионе «Сатурн». Омской городской федерации футбола при поддержке департамента спорта удалось восстановить едва не превратившееся в автостоянку поле. Новая площадка позволила увеличить число соревнующихся команд. В новом чемпионате в группе «Б» играет 10 клубов. Провели порядка шести субботников. Администрация предоставила для этого бункеры для вывоза мусора и так далее. И потихонечку на карте города Омска, как нетривиально это звучит, появилась точка в самом центре города. Площадка, на которой играют команды. Стыковой матч медиков не выявил сильнейшего. Футболисты медакадемии забили быстрый гол. Во втором тайме игроки клуба «Рентген» сумели отыграться. Команды сохранили лидерство в группе «Б». У футболистов «Рентгена» лучшая разница забитых и пропущенных мячей – 17-2. Изменили мы в этом году тактику. Играем в трех нападающих. Пока это приносит успех. В первом туре мы забили соперникам больше 10 голов. И надеемся, что в остальных матчах нам удастся результативность такую же показывать. Крайние полузащитники показывают тоже отличную игру. С их навеса сбивается большинство голов. Ну и, конечно, самая сильная линия у нас защитная, самая опытная. Новые матчи в чемпионате города по футболу будут сыграны на следующей неделе. В Центральном 15 июня на стадионе «Энергия» сразятся «Локомотив» и «Шинник». Владимир Истомин, Александр Филиппов, «Антенна-7». На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. Но в конце выпуска у меня появился вопрос. А знаете ли вы, какое топливо заливают в бак вашего автомобиля? Проверить качество смогли омские блогеры и активные автолюбители в уникальном проекте сети АЗС «Газпромнефть. Народная экспертиза». О результатах ревизии в нашем материале. Участники проекта в лаборатории на нефтебазе. Здесь проверяют качество новой партии бензина и дистоплива. Народные эксперты увидели, как определяют октановое число, класс топлива, концентрацию серы и другие показатели. Специалисты отвечают на все вопросы гостей. О характеристиках топлива и его воздействии на двигатель. Для бензина около 15 показателей, дизельным топливом 8. Но еще у нас в лаборатории одна из немногих, где следует кормозу. Проверенный бензин с нефтебазы везут на заправке. Все отсеки цистерны обязательно пломбируют, а на партию выдаются подтверждающие качество документы. Следом за бензовозами на АЗС едут и эксперты. Здесь им подробно рассказывают, как принимают топливо. И тут снова проверка. Теперь на содержание в топливе воды. Процедура показала, все в порядке. На качество работает целая система мер. Мы готовы показать нашим клиентам весь путь движения топлива от производителя до потребителя. Наши специалисты всегда могут ответить на любые интересующие наших клиентов вопросы. И мы считаем, что качество топлива – это ключевое, что влияет на состояние наших с вами автомобилей. На АЗС народных контролеров волновал вопрос точности работы колонок. Здесь им рассказали – оборудование настраивают с участием Росстандарта. У персонала к этому процессу доступа нет. Для наглядности экспресс-тест. Колонка, как ей было и задано, отмерила 10 литров бензина. Убедилась в том, что за качеством топлива следят на специальных лабораторных станциях. Оно чистое. Там прям очень тщательно проводятся замеры. Я сама стояла, очень долго наблюдала, когда произойдет вспышка. Убедилась в том, что украсть топливо тоже практически невозможно с заправки. Потому что там не людской фактор, а именно техника. Это уже не первая группа амичей, которые пожелали проверить качество бензина сети АЗС «Газпромнефть». Если вопросы у кого-то еще остались, проект «Народная экспертиза» продолжается. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, «Антенна-7». Мишка! А что такое птика-ру? Отдаем мебель без денег. В мебельном центре «Континент» все лето беспроцентная рассрочка и бесплатная доставка. Подробности акции в «Континенте». Летняя школа КВН – это для тебя. Школьникам любого возраста, пожалуй, лучший отдых этим летом. Звони 38 35 36. Ипотека от 8% на готовые квартиры 330 656. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok